Которым мы с вами займемся, называется, правильно, по-моему, так, физические и математические модели нейронных сетей. В основном, конечно, это будут математические модели с физическими моделями. Строго говоря, не густо. Зовут меня Синицын Евгений Валентинович. Запишите еще, на всякий случай, электронную почту. Подчеркивание нижнее. Степень у меня доктор физико-математических врук. Ученое звание профессор, заведу ее кафедрой финансового модемента и нахожусь в комнате 223-я. Подаление на 51-м, на втором этаже. Правда, бывает там редко, так что лучше писать по почте. Пример, которым мы с вами займемся, имеет определенную историю. Вообще говоря, сколько я себя помню, столько пытаются моделировать человеческий мозг. При этом каждое новое какое-то явление физики, почему-то неизменно выходит на модели мозга. Так было в свое время при открытии голографии, так было при появлении некоторых моделей физики неупорядоченных системы, конкретно спиновых стекол. Оказалось, что некоторые вещи там, в принципе, можно со скрипом, но использовать для моделирования человеческого мозга. На самом деле, естественно, мозг достаточно сложный и достаточно плохо изучен организм. И модели, которые мы с вами будем рассматривать, очень приблизительно моделируют работу мозга. И на самом деле мы с вами до невозможности эти модели еще обрубим. Потому что на самом деле, здесь вот такая вот красивая картинка, это нейроны. Нейроны, те, кто интересовался, может быть, биологией, достаточно большие клетки, имеющие практически макроскопические размеры. От этой клетки подходят некоторые ветви, такие вот разрастания, как это дендриды. Длинная такая ветвь, называемая аксоном, служащим для передачи возбуждения от нейрона. Ну и в тех местах, где окончания одного нейрона встречаются с аксоном другого нейрона, возникает соединение, это называется синапсом, возникает так называемая синапсическая связь. Собственно говоря, вот реальный нейрон находится в двух, ну я не биолог, так что прошу простить, если где-нибудь ошибусь. Насколько я понял, по конференциям, на которых приходилось бывать, на самом деле не в двух, а в трех состояниях. Одно состояние возбужденное, другое состояние заторможенное, и третье состояние, это, значит, так фигурально говорить, когда он вообще выключен, и не участвует в никаких процессах. Значит, связи, синапсы. Бывают, да, кстати, когда нейрон возбужден или заторможен, это означает, что он пульсирует с большей или меньшей частотой. Значит, это возбужденное состояние, пульсации много, заторможенное мы сравнительно мало. Значит, бывают разные, различные типы связей, а именно для простоты назовем их возбуждающие и тормозящие. Если связь возбуждающая, и на нее приходит возбуждение от другого нейрона, то она возбуждает, способствует возбуждению и вот этого исходного нейрона. Если связь тормозящая, то приходит на нее, наоборот, при не приходе на нее возбуждение от вот этого нейрона, она начинает возбуждать данный нейрон. То есть, меняет знак, меняет местами возбуждение и торможение. Возбуждающая связь нейрон заторможен, соседний, и тот, кто с ним связан синапсом, тоже будет заторможен. Если нейрон возбужден, будет возбужден. А если связь отрицательная, то будет точно стулья наоборот. Ну, как вы видите, это очень похоже на что? Ну, в электронике-то как это? Ну, в электронике есть, да, система усилителей. Ну, кстати, одна из моделей нейронных сетей, так называемая модель Хопфилда. На самом деле, Хопфилда срабатывалась не для нейронных сетей, а как раз для системы усилителей. Вот. Ну, а еще больше это похоже на... Если физико-магнитных явлений вспомнить, на магнетике, где есть обменная связь между спинами, и если связь фермагнитного типа, обменный интеграл положительная, речь идет вот о таких связях. Вот, если пара, между парой спинов, сигма-йод, связь положительная, то им выгодно располагаться параллельно. Если, скажем, спин-и расположен параллельно, то спин-йод, благодаря вот этой связи, будет тоже стремиться расположиться параллельно. Ну, обычно рассматривают спины самые простые, ризинговские, то есть сигма-это плюс или минус, то есть стрелочка вверх или стрелочка вниз. Так вот, если обменный интеграл положительным, то если один вверх смотрит, то и второй хочет смотреть вверх. Если интеграл отрицателен, то ситуация другая. Значит, спины должны смотреть антипараллельно. Если один смотрит вверх, то другой должен смотреть вниз. Я, разумеется, говорю не о квантово-механической картине магнетика, а о самой простой, классической картине. Ну, вот оказалось, что такая, в общем-то, простая картинка, тем не менее, очень похожа на мозг. Можно для социальных каких-то процессов использовать модели вот такого типа. У нас имеется несколько субъектов. Субъекты пребывают в двух состояниях. Это может быть все, что угодно. На языке нейрона мы говорим, возбужден, заторможен. Если я захочу изображение, например, рисовать, могу сказать, стрелка вверх – это черный квадратик, стрелка вниз – это белый квадратик. Получу изображение. На языке каких-нибудь социальных процессов могу сказать, стрелка вверх – я голосую за Путина, стрелка вниз – я голосую против Путина. Пожалуйста, я получу модель поведения. Стрелка вверх – я счастлив, стрелка вниз – я несчастлив. Все вместе, если вот эти интегралы имеют разные знаки, и положительные, и отрицательные Представляет так называемую систему с конкурирующим взаимодействием Простейшая система с конкурирующим взаимодействием вот перед вами Представьте себе, что обменные интегралы между всеми этими узлами отрицательны И попробуйте три спина расположить так, чтобы каждый из них был доволен Представьте себе ситуацию, в организации есть три человека, которые друг друга Есть любовный треугольник, а тот вот как наоборот Терпеть не могут, им сама мысль противна, что они окажутся с кем-то в одной команде А тут их, как в детской игре, просят высказаться по такому-нибудь вопросу Как там, в детских играх, ты за наших или за нем? Ну, допустим, вот этот говорит, да, я за наших Это, слава богу, не со мной в карманде, а за немцев А этому что делать? Если он скажет, я за наших, он с этим в одной команде А им сама мысль об этом противна Если он скажет, ладно, это я за немцев То с точки зрения этого это нормально А с точки зрения этого он опять с ним в одной команде оказался Такой треугольник называется разочарованным или фрустрированным Филологи как-то анализировали Не уверен, что филологи, но в всяком случае объект анализа филологический Значит, трагедию Шекспира Анализировали такой параметр Это количество фрустрированных треугольников Среди персонажей трагедии к общему количеству персонажей Ну вот оказалось, что этот параметр в завязке трагедии Небольшой К кульминации достигает максимума Ну а потом всех персонажей убивают И конфликт сам собой разрешается То есть это неразрешимый конфликт Это никогда не договорятся Умный руководитель не должен допускать создание таких конфликтов И принимать на работу людей В общем, от кого-то из них надо здесь избавляться Двое уже Двоих уже можно развести Троих нельзя Ну, представьте себе, насколько сложнее ситуация Если вот эти интегралы, как в обществе, случайны Кто-то нравится, кто-то не нравится Ну, на самом деле, в обществе Кто-то не нравится там больше Кто-то не нравится меньше Кто-то не нравится категорически Это все можно описать силой вот этих вот интегралов Те, кто борется за все общее счастье Значит, если Стругацкий помнит Сталтер Роман В конце герой идет и критит Счастье всем И чтоб каждый не ушел Несчастливым Порвану Вот типичные утопы Когда всем дадут много счастья Например, кто-нибудь призадумался Что кому-то осталось счастье Немножко больше достало счастья Немножко больше, чем нет Ну, не надо идеализировать людей Чтобы общество было в волновесии Человек был счастлив абсолютно Ну, мало быть самому счастливым Мужчине надо, чтобы сосед был несколько несчастливым Вот тогда он предельно доволен Значит, он на его фоне Чувствует, что самооценка у него повышается Поэтому в этих системах Не только в мозге В других системах возникает парадоксальная ситуация Вот они в конце концов Довольно любопытно на это смотреть при моделировании Спину разбросал в такой системе И отпустил Вот они начинают как-то там Вариться, крутиться Трутиться, крутиться И в конце концов через несколько итераций успокаиваются Успокаиваются в ситуации странные Если каждый из них взять в отдельности То он расположился в системе В такой конфибрации, которая ему не будет И не найти в системе ни одного спина Ну, практически ни одного С вероятностью стремящихся к нулю При количестве частиц Стремящихся к системе бесконечности Который был бы полностью доволен своим состоянием Но вся система вместе при этом оказывается стабильной То есть состояние никому не выгодное Но в целом система каким-то образом уравновесилась Вот компромисс Компромисс достаточно тонкий Состояние может оказаться нестабильным И тому подобное Но оно существует Примерно такого типа системы Мы и будем изучать При этом нейрон на самом деле Будет моделироваться Очень простой вещью Он будет моделироваться Я просто подглядываю Чтобы Есть разные определения Чтобы уточнить Какое здесь у меня использовано Значит, это некий черный ящик У него есть Некие входы Один, два, три и так далее Ну, если хотите Отдавая биологию Можно назвать их рецепторами На входы подается некий сигнал Х1, х1, х2, х3, х4 Каждый вход связан Эти входы моделируют вот эту вот вещь Каждый вход связан С нейроном Ну, если нейрон я обозначу буквой И А вход буквой Йод Связан Вот таким вот Весом Омега и Йод Я могу Этот вес Сопоставить Силе-синаптической связи Она реально разная По величине Естественно, чем больше Этот вес Тем больше у меня Окажет влияние На Нейрон Вот этот вход Все вместе Нейроны Дают Следующий входной сигнал Ну, или можно в формальном виде Это записать как Омега на Х Омега Эта матрица У меня Получается Ну, матрица На самом деле С некоторой долей суммы У меня один нейрон Вот если несколько То получим Точно матрица Ну, и Нейрон Имеет Некоторый Выход Выход Я обозначу Y Квитая Это у меня Есть Некоторая Функция Омега Порог срабатывает Дело в том Что нейрон Возбуждается И Срабатывает Переходит В возбужденное Состояние Реальное Не сразу А только После того Как Сумма воздействия На него Превысит Некоторое Пороговое Значение Функция Вариант Это Функция Вот Такого Типа Здесь Я рисую Аргумент Так Х У меня Уже Используем Давайте Буквой H Обозначим Аргумент Рисую Аргумент Этой Функции Функция Вот Такая Самая Простая Ступенька Так Не суть важна То есть Функция Срабатывает Когда У меня Когда У меня Ну допустим Когда у меня Аргумент Превышает Некоторое Пороговое Значение Вот Это Функция Хевисайта Вот Получилась Самая Простая Модель Неона Она Разумеется Очень далека От Так сказать Реальной Жизни Но Тем не менее Описывает Ну В общем То что на самом деле Происходит с ним Он может Находиться В одном В одном Из двух Состояний Заторможенное Состояние Или Возбужденное Состояние И переход Из заторможенного Состояния Возбужденное Осуществляется При условии Что Суммарное Воздействие Со всех Его Вот этих Вот Зенгрибных Окончаний Превысит Некоторое Пороговое Значение Ну вот То что я вам Нарисовал Носит название Персептрона От английского Персепшн Восприятие Модель Это Появилась Где-то В году В общем В начале 50-х По-моему Если не ошибаюсь 51-м Или 52-м И связана С именем Резенблата Называется Персептрон Резенблата Есть Алгоритм Обучения Этого Персептрона То есть Его на самом Деле Можно Обучить Обучить Делить Объекты На два Класса А если Вдуматься То нам Достаточно Уметь Делить Все объекты На два Класса Чтобы уметь Делить На любое Количество Класса Потому что Если я Допустим Делю По признаку Либо к тому Либо к другому Множеству У меня Объект Относится Пожалуйста Объект Живой Неживой Живой Разумный Неразумный Разумный Мужчина Женщина Все Я Каждый раз Делин Набрал Идентифицировал Объект Как Как Объект Например Но мы С вами Поговорим О том Как Обучается Перцептон Разумблата И какой Механизм Обучения Чуть-чуть Попозже После того Как Поговорим О том Что такое Вообще Задача Воспознавания Образов Как она Решается Какие Есть Механизмы Решения И зачем Эти Механизмы Вообще Используют В свое время Перцептон Разумблата Появившись Проявил Такое Впечатление Разорвавшаяся Бомба Что Наконец-то Научили Неживую Природу Решать Задачи Присущие Живой Природой Потому что Он может Быть реализован Ну в общем На самом деле В виде Некой Даже Аналоговой Схемы Не обязательно В 50-е годы Цифровая Электронная Техника Еще Только-только Появлялась Вот А в принципе Можно Заставить Создать устройство Которое Скажем Будет зажигать Лампочку Когда ей Показывают Один или другой Объект Ее можно Научить Отождествлять Эти объекты И для этого Достаточно Имеет Система Фотоэлементов Сопротивления И выход В виде Конечного Такого Нибудь Минтельного Элемента То есть Вполне Простыми Радиотехническими Устройками Собрать Этот персептрон Было Можно И это всех Очень сильно Привлекало Но до тех Говоря Если у меня Есть Скажем Некоторое Пространство Из двух Признаков Х1 И Х2 Они Корсептон Хорошо Решают Задачу В таком Случе Когда Скажем Вот это Три Одинаковых Объекта А это Объект Четвертый Нужно Разделить Систему На две Группы Когда он Очень быстро Находит Что Она делится Вот по такой Линии То что ниже Или на линии Это один Класс То что выше Это другой Класс А вот если Скажем Картинка Становится Вот такой То это Оказывается Неразрешенной Задачей Хотя В общем Просто Скажите Что здесь У меня Два квадрата И два Кружочка Это Естественно Разные Классы Ну и о том Как научить Его сделать Это отдельная Песня Собственно Говоря Вот Развитие Просептрон Но долгое Время Шло Вот этими Путями Очень хитрыми Путями Но Они Появились Заняли Свою Нишу Позже Появились Более Сложные Модели Модель Типа Хоптуда С которой Я начал Это Всего Лишь Одна Из Моделей В общем То Достаточно Интересная Но Главным Образом Для физиков Интересна Потому Что Имеет Прямые аналогии С магнитными Системами Методы Статистической Физики Которые Были Разработаны Для Неупорядоченных Физических Систем Для спиновых Стекол Конкретно Оказались Весьма Продуктивными При Обучении Таких Сетей Распознавания Обыц Ну Как водится Пик Интереса К технологиям Нейронных Сетей Ну Где-то Начало Его Это Семидесятые Годы Примерно Середина Бум Наверное Девяностые Середина Девяностых Годов Потом Потихоньку Это все Начало Спадать Достаточно Активно Этим Кстати Занимались В оборонных Целях Я сам В нескольких Программах Участвовал Связанных С нейронными Сетями В основном Общее Такое Приложение Это точные Боеприпасы Интеллектуальные Системы Которые Распознают Предметы На поле боя Пытаются Значит Их Поразить Ну вот Вот это вот Образ деятельности Находят Находят Сами Цели Сами На них Наводятся В общем Там Они заняли Свою нишу В бизнесе Было Очень много Попыток Приложить Нейросети Ну вот Любой экономист Он скажет Скажет Что был Такой Альтман Известный Как Создатель Теста Альтмана Тест Альтмана Позволяет Разделить Предприятие На плохие И хорошие И по Ряду Параметров Которые Вытаскиваются Из его Финансовой Отчетности Относится Предприятие К классу Предприятий Подлежащих Которые Будут Скоро Испытывать Банкротство Или предприятие Нормально Работающее У него Там Примерно Пять Параметров То есть Пять Вот Таких Уходов Ну и Сам Собственно Говорят Он сделал Очень простую Вещу Он исследовал Большое Количество Предприятий Послевоенных В экономике Соединенных Штатов Предприятие Уже Было Известно В момент Исследования Что с ними Произошло Обанкротились Они Наоборот Работали Успешно И он По сути Дело Решил Задачу Которая Называется Задача Таксономии Или Дискриминантного Анализа Ну я На примере Плоскости Приведу На самом деле Не плоскость У него Пятимерное Пространство Будет Ну скажем У меня Есть два Параметра Коэффициент Текущей Ликвидности И рентабельность Собственного Капитала Цент Текущей Ликвидности Это Те активы Которые Можно Быстро Превратить В деньги Называемые Доротными Активами А в Знаменателе У него Стоят Обязательства Краткосрочные То есть Показывает Насколько Предприятие Хорошо Может Росплатиться По своим Коротким Дорогам А РОЕ Это чистая Прибыль Деленная На собственную Капитал Предприятие Показывает Насколько Разумно Поступили Владельцы Вложив Деньги В такое Предприятие По сути дела Альтман Сделал Следующее Он Посмотрел На Предприятие И увидел Что Они Образуют Называемые Линейно Разделимые Множества Здесь Лежат Банкроты А здесь Хорошие Предприятия Ну Есть Некая Такая Сложная Смежная Область Которой Попадаются И те И другие Вот По сути Дело Тот тест Который Он Придумал Это Хотя Он Тех Терминов Не знал Видимо И не Использовал Это По сути Дело Обычный Перцепцион Который Решил Задачу Разделение Всех Предприятий На две группы Ну А дальше Любое Новое Предприятие Он Уже Автоматически Относится Либо К одной Либо К другой Группе Очень Просто Если я Беру Беру Какое Новое Предприятие Помещаю Скажем Сюда Он Просто Смотрит Выше Или Ниже Этой Линии Вынажет Если Выше Это Значит Хорошее Предприятие Если Ниже Это Плохое Предприятие Так что В экономике Это Тоже Нашло Своё Применение Но Позже Появились Весьма Сложные Системы Которые Теста Достаточно Примитивная Иронная Сеть Которые Гораздо Более Хорошо Могли Анализировать Скажем Степень Успешности Деятельности Предприятия Я В своё время Деятельность В экономике Начал С того Что Мы С коллегами Создали Меня Пригласил Что У меня Последняя Работа Как раз Что я говорил Была связана С использованием Нейросетей Для анализов Временных Видов Изображений С целью Военного Использования Одна из Последних Задач Была Поиск Специальные Цели Для Крылатой Ракеты До этого Танки На поле Боя Искали С помощью Специальных Алгоритмов Нейросетей В том числе Ну а когда Все это В начале Девяностых Рухнуло Мы встретились Один из Моих Однокурсников Который Пошел По противной Линии И начал Создавать Банк Переговорили И помнишь Что все это Можно Использовать Для Анализа Валютных Курсов Вот я В банк Пришел Создать Систему Для Анализа Валютных Рынков Для Делать Систему Которую Советую Брокерам Как Как на Рынке Торговать Значит Принимать Решение О покупке Или О продаже Получил Название Курс 94 94 То есть 94 И в свое Время Была Достаточно Популярна Несколько Инсталляций Сделали В разных Банках Анонсовых Компаний Ну вот Там Как раз Использовалась Довольно Хитрая Невосетевая Технология Для Анализа Валютных Валютных Анализировала Большое Количество Информации Ну и Говорила Дошел До Ее Мнения По ее Мнению До самого Верху И там У него Еще есть Потенциал Ну как Водится Нейронным Сетям Начало Любой Технологии Сначала Приписывают Ждут От нее Чудо Приписывают Там Все что Можно И что Нельзя Значит Потом Поясняется Что Некоторых Вещей Она Все-таки Делать На состоянии Наблюдается Падение Интереса Но С нейросетями То же самое Произошло У них Есть Один Очень Большой Недостаток К сожалению Нейронная Сеть Может Дать Подсказку И Подсказку Часто Очень Хорошую И Правильную Особенно В ситуациях Когда Нужно Много Факторов Одновременно Проанализируется Вот Скажем Наш Нейросетц Который Для Анализа Валютного Рынка Использовался Она По большому Счету Ничего Особенного Не делала И тех Секретных Технологий Не использовала Есть Так Называемые Методы Технического Анализа Которые Позволяют Анализировать Настроение Участников Рынка Она 22 Различных Метода Технического Анализа Рассматривала И Рекомендации Которые Не дают Анализирования Человек Средне Статистический Анализирует На самом Деле От Пяти До Девяти Факторов Одновременно Если Ему Предложить Одновременно Проанализировать Больше Факторов Он На самом Деле Отбирает Все равно Девять А остальные Просто Пропускают В нейросети Такой Проблем Не Надо Хоть 22 Хоть Мы Потом Добавляли Хоть 222 Фактора Прекрасно Проанализирует Человек С этим Не справится Она Примет Решение Скажем По ее Мнению Решение Какое Значит В ситуациях Которые До этого Возникали На рынке При таких Комбинациях Факторов Обычно Рынок Шел Вместе Понятно Что это Никогда Не будет Абсолютно Правильным Решением Всегда Есть Вероятность Того Что Из Этого Правила Было Это Исключение Но Часто Оно Оказывается Очень Хорошее В отличие От Человека Там Поверьте Знаю Что Говорю И он Приходит На Работу Спас Не Пытается Никого Умануть И Сделать Там Сделку Выгодную Себе То есть У него Определенные Плюсы Есть Но Очень Часто Особенно В сложных Ситуациях Всего Не Учтож Очень Так Думают К сожалению На этот вопрос Он ответ Не может Ответ Будет А потому Что Ну В лучшем Случа А потому Что Расстояние От этой Точки До Этой Прямой Значит Это Минус Пять Если Было Плюс Пять Были Вы Здесь Если Минус Пять Значит Это Обанкроченное Предприятие Иногда Очень Важно Для Принятия Правильного Решения Понять Логику Рассуждения Логику Рассуждения Объяснить Не можно Поэтому Скажем Надеяться Что Нейронная Сеть Даст Как Это Самое Пиковой Даме Тайну Трех Карт И Вот Значит Позволит Абсолютно Беспроигрышно Играть На Бирже Нельзя Если Это Было Так То Мы Изобретя Давно Вы 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 И Вы Ехали Куда Нем В Теплые Края Отдыхать Так Он До Сих Провод Здесь Работаем С Ножественной Системе Вы Образования Значит Но Помочь В Принципе В Процессе Работы Она может Достаточно Серьез Ну Грубо Говоря Смотри Это Декий Инструмент Который За вас Провел Свою Работу По Техническому Анализу И Не только Техническому Рынку И Вы Дал Вам Какой-то Совет Накладываете Его На Свои Ожидания И Принимаете Решение Решение Все равно За Человеком Стоятель Хотя В общем Вероятность Там Хорошо Выше 50% Принятия Правильное Решение Процентов 70 Даже Больше Правильное Решение Она точно Принемает Ну Давайте Сейчас Для Отвлечемся От Нейросетей И Поговорим Просто О Задачи Распознавания Хогата Что Это За Задача Зачем Она Потому Что В принципе Все Что Касается Нейросетей Мы Будем Преломлять Через Задачу Распознавания Образов Я уже Сказал Что Задача Распознавания Образов Есть Другие Задачи Задача Дискриминантного Анализа Когда Мы Разделяем Объекты На Группу Объектов На Два Класса Относим Объект Либо К Одному Либо Другому Классу Значит Давайте О лучших Подходах К Такой Задачи И Поговорим Давайте Предположим Первое Что У нас Есть Возможность Каждый Образ Представить В виде Вектора В некотором пространстве Пространство Это Обозначим В В А Образ Будем Представлять В виде Вектора Будем Считать Что Пространство Измерения Это Пространство Еще Можно Назвать По-другому Пространство Признаков То есть Мы будем Изображать Каждый Образ В виде Некой Точки И Некоторого Вектора В Постранстве Признаков Как Сравнивать Два Признаков Это Зависит От Того Что Вы Выбираете Каче Признак Общин Как Раз Про Эти Собираясь Вас Признаки Могут Быть В принципе Самыми Обычными Ну Самое Простое Скажем Если Признак У нас Это Реальное Число Ну Скажем Температура Давление Частота Пульса Внутричерепное Давление Количество Эритроцитов И так Далее Все Это Там Уровень Содержания Холестерина В крови Вот Я Взял Несколько Параметров Которые При Медицинском Обследовании Очень Легко Получить И По Этим Параметрам Говорю Что При Температуре 38 36 При Давлении 150 На 120 Значит При Пульсе Там 120 У Человека Скорее Всего Гипертонический Крис Я Создал Образ Под Названием Гипертонический Крис При Температуре 38 Там Проходите При Температуре 38 Там При Реакции Осаждения Территорцитов Не помню Сколько 90 И так Далее Мы Имеем Дирусные Грибы Ну И так Далее Вот Самый Простой Вариант На Скажем В моем Примере С валютными Рынками У нас В качестве Таких Параметров Было Текущее Значение Курса И Ну Он автомат Выбирал Сколько Ну Скажем Там 14 Предыдущих Значений Курса Один из параметров Курс Это Реальное Число То есть Вот 14-мерное Пространство Реальных Числов Могут Быть Более Сложные Ситуации Когда Скажем Признаком Является Ну Некое Бинарное Число Отвечающее На вопрос Дальнет Ну Например Круглый Или Не круглый Высокий Или невысокий Там Черный Или белый Могут Быть Ситуации Когда Признаком Является Один из Одна из Возможных Классификаций Скажем Есть 8 Ответов И Один из Восьми Таких Ответов Характеризует Данное Число Характеризует Данное Объект Проинвестированный Пример Но Главное Что Есть Возможность С помощью Какого-то Набора Параметров Либо Являющихся Либо Числами Либо Бинарными Числами Либо Перечисленными Объектами Есть Возможность Данные Объекты Писать Пока Я Ничего Не Говорю О том Как Вести Расстояние Между Этими Параметрами Но На самом Деле Расстояние Вести Тоже Достаточно Важно Потому Что Мы Должны Хорошо Понимать У нас Два Разных Образа Насколько Они Близки К друг Другу Если Я Встал Медицинские Примеры Говорить То Тот же Грипп Может быть С температурой 38 С температурой 39 С температурой 37 8 Насколько Близки Должны Будь Температуры Чтобы Они Могли Предметы Относить К одному И тому Же Классу Здесь Пока Мы Достаточно Абстрахно Скажем Что Есть Признаки Вот Мы Их Дальше Мы Предполагаем Что Вот Это Пространство Разбивается На Определенные Классы Каждому Классу Соответствует Некое Подмножество Объектов Которые Обозначили Е Й Так Вот Есть Множество Простите В Разбитых На Классы Если У нас Выполняются Следующие Соотношения То есть Пространство Есть Объединение Всех Классов Пересечение Классов И Й Есть Пустое Множество Если И Не Разно Й Подмножество Образует Разделение Пространства Если Немножко Термина Толковать То По сути Дела Я Все Пространство Разделил На Классы И Вот То Такое Пространство Называется Классов На Пальцах Это Означает Что Мы Просто Разбили Его На Классы Ничего Кроме Классов Выделенных Классов В этом Пространстве Нет У Меня Любой Объект Из Этого Пространства Обязательно Попадает Либо В тот Либо В иной Класс На практике Это Не Всегда Бывает Иногда На самом деле Оказывается Что В одном Классе У меня Замешано Несколько Объектов Ну Если Говорить О Задачи Распознавания Образов То Задача Заключается В отыскании Некоторой Функции Ф Которая Разбивает Пространство На Вот Эти Классы Вот Когда У меня Пространство Содержит Только Различные Классы И ничего Больше Является Сепарат Говорят Что Осуществлено Разделение Пространства Пиотв Это Разделение Пространства На Классы Вот Это Общая Теория Какие Здесь Подводные Камни Первый Подводные Камни Это Как Правильно Вести Пространство Признак Вот Давайте Я Один из Примеров Приведу Я возьму Очень часто Встречающийся Случай Которые Относятся К ситуации Когда Образ Не характеризуется Какими Там Числами А Образ Может быть Охарактеризован Ответами На вопросы Да Нет Знаете Такая Игра Есть Кто-то Что-то Загадывает Его Коллеги По команде Должны Выяснить Что Он Загадал Задавая Вопросы На которые Можно Ответить Только Да Или Только Нет Вот Количество Вопросов Которые Нужно Задать Для Того Чтобы Однозначно Определить Объект Это Будет Как раз Размерность Пространства Ну А Каждый Вопрос У Меня Будет Иметь Одно Из двух Состояний Либо Да Либо Нет При Этом Каждый Вектор Пространских Признаков У Меня Будет Неким Набором По-разному Записывают Их Можно Считать Что Да Это Единица Нет Это Ноль Можно Считать Что Да Это Плюс Нет Это Минус Дело Вкус Дальше Обычно Еще Используют Такое Понятие Есть Образ А Есть Реализация Этого Образа Ну Скажем Ну Не знаю Образ Яблока Яблоки Бывают Различные Зеленые Красные Там И так Далее Есть Конкретная Реализация Этого Яблока То есть Образа Могут Быть Номер Который Соответствует Его Реализации Давайте Эту Реализацию Буду Изображать Индекс Аминь Ну И так Дальше То есть Вот Если У меня Используются Словесные Портрет Для Описания Образа То Образ Будет Представлять Себя Скажем Набор Нолей Единиц Ну И у Каждого Такого Набора Нолей Единиц Что Будет Значит Какой-то Индекс Который Описывает Реализацию Образа Ну Давайте Ставим Такую Табличку Я Буду Просматривать Два Объекта Вишня Яблоко Банал И вопросы Каждому объекту соответствует вектор 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 x1 Вектор x2 Вектор x3 Ну и вопросы Желтый Красный Есть Семечки Есть Косточки Пример Взял Сниги Фор Распознавание Образа Обращаю Ваше Внимание Вопрос Звучит Желтый Красный А не Вопрос Цвет В принципе Можно было бы Поставить Вопрос Цвет Тогда Было бы Скажем Выбор Желтый Красный Зеленый Синий Ну Один из Нескольких Цветов В принципе Так Можно Работать Но Немножко Сложнее Просто Работать С бинарным Образами Ну Вишня x1 1 Равняется Ну Первая Реализация Образа Фрукт У меня Вишня Не Желтая x1 2 Равняется Единице x1 3 Равняется Единице Равняется Единице 2 Реализация Образа Фрукт Это У меня Яблоко x2 1 Допустим Желтый Яблоко Равняется 1 Банан 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 x3 2 Равняется 0 Красный Семечек У него Тоже нет x3 3 Равняется 0 Придю И Костучи Для пищи Семечек Банан 2 Равняется 1 5 6 Да Яблоко становится неотличимой от банана, значит двумя признаками в данном случае уже у меня полностью разделяется, на самом деле вот это вот, в моем примере это лишние признаки, они ничего не добавляют в картине, они только будут запутывать вычисления, ну на самом деле конечно я могу там другие фрукты продолжать сюда привлекать, там понадобится 4 признака. Какого-то универсального алгоритма, который позволяет сказать сколько признаков выбрать, но к сожалению нет. Есть такая проблема как переизбыточность признаков, мы можем их взять больше чем нужно, на самом деле у нас будет признаков больше чем нужно, на это будет просто тратиться вычислительные ресурсы, а ничего для улучшения в качестве распознавания образов они не добавят. не знаю попадался или нет в интернете. Вообще это тест на наличие болезни Альцгеймера, значит когда там фраза, там что-то типа, смотрите какие чудесные вещи может делать наш мозг, она написана не русскими буквами, а бракадаброй, цифрами, буквами, но тем не менее есть сначала первый взгляд от Тарабарщина, когда посмотришь второй раз и начинаешь понимать что это слова и даже понимаешь какие. Значит там соблюдены все правила шифрования, скажем там буква Н, латынская это по-моему буква Е, но на самом деле не нужно этого делать, мозг достаточно быстро сам схватывает алгоритм и к концу фразы его зачитаешь так как будто оно написано по-русски, это вообще говоря одно из следствий того, что у нас язык несет избыточную информацию, если мы скажем будем писать без гласных, то мы все равно будем понимать что написано. вот если я вернусь к этому примеру, то получится что у меня есть три объекта, у которых такие характеристики, давайте я без запятых что-то с единичками напутать, 0,1, 0,1, 0,1, да. Второй объект, 1,1, 1,0, и третий объект, 1,0, 0,1, 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 0, Дальше что бы хотелось? Дальше хотелось бы в данном пространстве ввести какие-то метрические соотношения. Ну, например, взять и сказать, что какие-то объекты ближе друг к другу, какие-то дальше друг от друга. Яблоко и вишня, они больше похожи, больше общего имеют, чем банан. Банан дальше относится от яблока и от вишни. То есть в таком пространстве неплохо было бы ввести метрику. Ну вот, введение метрики это уже не такой тривиальный процесс. Вот смотрите, здесь можно ввести метрику самыми разными способами. Самый простой, например, способ сказать, что мы сравниваем координаты и ищем количество совпадений. Когда у нас что-то совпадает, мы получаем единицу, когда что-то не совпадает, мы получаем моль. Ну, а потом все такие совпадения или несовпадения суммируем. Ну, скажем, вот яблоко и банан 0, 1, 0, 0. Получили в сумме единицу. Яблоко и банан получают в сумме двойку. То есть по данному критерию яблоко больше похоже на банан, чем на вишнюю. Это потому, что он на самом деле желтый. У нас есть такой признак. Можно сказать по-другому. Можно считать различия. И чем больше различий в каждом таком векторе, тем дальше они находятся друг от друга. Ну, скажем, в этом случае яблоко и вишня. Раз различия, единичка. Здесь совпадение. Два различия и три различия. Тройка. Яблоко с бананом. Раз различия, два различия. То есть яблоко достаточно далеко получилось и от банана, и от вишни. Значит, вот у нас с одной стороны яблоко близко, ближе к банану, чем к вишне. С другой стороны, равно далеко от вишни, от банана. Я к чему все это говорю? Вести подходящее расстояние достаточно непростая задача. Его можно вести разными способами. У меня сейчас занятие идет, я перезвук. Ну, хорошо. Ага, ладно, понятно. Ладно, понял, сейчас позвоню. Так, извините, я к нам обману перерываю. Мне возможно еще позвонить. Если физики живут более-менее дружно, то экономисты особо другими не отличаются. Поэтому мы все время что-то делим. Бабы, не что делить. Из-за этого вспомним. Значит, вот у нас как раз то самое, что мало быть просто счастливым самому, надо, чтобы еще сосед был несчастным. Значит, очень часто для определения расстояния используют, ну, в всяком случае, этим будем часто пользоваться, используют так называемые правила Хеминга. Ну, физики его любят, потому что оно очень так хорошо коррелирует с некоторыми понятиями в теории магнетизма, теории паразий спинновых стекол. Это вот такое правило. Вводится перекрытие Q и Й, равняется скалярному произведению. Иксытая умножить на иксытая. Скажем, в моем примере, да, и иногда его еще и нормируют единицы на количество элементов пространства. В моем примере Q1,2 будет в этом случае равняться 1,2, 1,4. Ноль на один, один на один, ноль на один, один на ноль. Все нули, кроме Эльцана. А расстояние по Хемингу, ну, очевидно, что Q может быть максимальное значение единица, когда все перекрыто, полностью тождественные объекты, минимальное значение ноль. А расстояние, это вот такая вещь. D равняется единице минус Q, расстояние по Хемингу, деленное на ноль. Если Q равняется единице, то это ноль. Если Q равняется нулю, то это 1,2. А расстояние по Хемингу. Дarn. Если у меня координаты вектора являются обычными нормальными числами, то можно вводить обычное Декартову, скажем, пространство, вводить в нем обычным образом расстояние, расстояние у нас при этом должно возникновлять обычным требованием к расстоянию, то есть расстояние объекта до самого себя должно возникнуть нулю, первое требование, второе расстояние от объекта И до объекта Й равняется расстоянием от объекта Й до объекта И симметричность и неравенство треугольника, и если есть три объекта, то D идёт меньше или равно D и К плюс D и Й. Вот три свойства, которые определяют, как хотите, имеете какое-то расстояние между объектами в пространстве, признаками и так далее. Для нас на самом деле, ну не только для нас, для решения задачи распознавания ещё важны такие вещи. Имеется некий класс объектов и имеется некоторая точка. Что назвать расстояние от точки до класса объектов? Вот скажем, это у нас яблоки, а это некий неизвестный фрукт. Зачем это вообще нужно? А это вот у нас вишни, а это вот у нас бананы. Вот мы ввели некий неизвестный фрукт, а дальше считаем его расстояние до яблок, до вишни, до бананов. Самое простое правило отнесения объекта к какому-нибудь классу выглядит так. Если объект ближе к яблоку, чем к вишне, это яблоко. Если он ближе к вишне, чем к всему остальному, это вишня и так далее. То есть по принципу самой простой близости. Только понятие близости нужно адекватно ввести. Ну а в этом случае нам требуется определить расстояние от точки до какого-то конкретного класса. Основанием для ответа на этот вопрос является правило, которое, извините, я вам сейчас скажу. Константин Павлович, добрый день, да. Да, не могу позвонить, мне кажется. А сколько надо меня к Никасу отвезти? Его нет, он в отпуске. Ну короче, сейчас в отпуске, потом будет в НКСФ, а нет, уровка будет на неё поедем. То есть его долго еще идут? Короче, да. До середины марта примерно. А ты же знаешь Ирюк? Да. То есть ты год тогда учился еще, да? Да, да я давно уже. А ты в магистратуре? Не, давно учусь. Ты в магистратуре? Я в магистратуре уже поучился. Я уже поучился год. То есть я уже со второго на первого осталось. Потому что там многие косяки, и сейчас я перешел только перед Новым годом, я буду по годам успел, не сделать. А у тебя диплом был? А диплом уже сейчас накрылся. То есть ты дядь Бога, он не бескочил? Да, и сейчас диплом он там, буду выучником. Ну сейчас похожу, беру. А у кого пишешь? Писал на студии электрохимии. Да. Тот человек, с которым я работал, другое место перешел. Так что, ну, как мне кажется? Ну, у нас тоже сейчас парень остается, ну, вот он диплом его сделать. Он все сдал, госсдал, диплом остался. Ну, как он? Эдик, Эльдвард, как я? Да, это знаешь. Ну, он всего на один год остался от нас, чтобы приезжать. А, вот как раз это прям получается. Промежутки. Я так-то, получается, теоретиков знаю, наверное, пять поколений. Часто. Ну, вот для одной как бы одно проскочил. И чё ты? Так. Пять поколений. То есть Сергей, как его Сережа это звали там? Интересно, теоретик. Ну, Аркадия, да, будем называть, да? Аркадий, вот, это со мной одногодний. А, да, я с ним поступал. А, да, я с ним поступал. А, вот как? Сейчас с ним. Я хотел к нему приезжать вчера, ну, чё-то. Не, вот сто, он пошел больше. Так он на сколько лет старше? Ну, да, получается. Аркадий нас на 5 лет. Ну, получается, короче, те люди, которые со мной учились, они в этом году, осенью, летом, кандидатских защитили. А, да. А, да. Понятно. Ты сам на аспиратуру будешь? А? Ну, как получится, с дипломом, как пойдет. С диплом нормальным будет. А тема, какая диплом нет? Нет никакой темы нет. А, ну, ты же делаешь в электрохимии. А в электрохимии там, короче, с аккумуляторами. Я уже не помню, кто исчитывал найти. Ну, это какие-то... Харкл и сессия. А, ну, понятно. Ну, и харкл и фокки там, естественно. Я тоже этим занимался. Ну, так тоже и курсовых, ну, ну, в смысле дипломных, то есть. Внутри на компьютере на суперсчитах, да. Ааа. Чё-то, ну, то есть, передавний получал, так чё-то. Ну, да. Понятно. А, так, ты не у Санякова был? Да, у него. Да? Да. Ну, я у него полсеместра позанимался. Ну, то есть, один семестра позанимался. Он у тебя научником стал, да? Ну, это тоже мой. Да. Я бы, ты у него это... Он у тебя научником стал, да? Уча себе средства. Да. Ну, вообще, это научный инфектив. Могу. 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 Есть некоторый класс, обозначу его так. То, расстояние от точки P до класса C0 называется наименьшее из расстояний от точки D до точки M. где M принадлежит C0. Ну, то есть, выбираю наиболее близкую точку, вот это и будет расстояние до класса. Ну, какой будет критерий, что можно причитать к определенному классу? М? Вот это неизвестное P, как G, A можно причитать к определенному. Ну, критерий обычно такой. Критерий на самом деле много. Мы пока о критериях не говорим. Это так называемое решающее правило формирует критерий. Ну, скажем, самый простой критерий, я считаю расстояние от точки до трех известных классов. Я смотрю, к какому мы наближе. К тому, к которому мы наближе ее подсоединяем. А если у нас всего есть один класс? А если всего один класс не пойдет у нас, у нас исходно должно быть два класса. Мы должны иметь некую обучающую выборку. Значит, есть механизмы, понимаете, всегда вот так, забегая вперед, есть два вида обучения. Обучение с учителем, обучение без учителя. Ну, или там говорят супервизором без супервизора. Обучение с учителем предполагает, что у меня есть, скажем, два типа объектов. Яблоко и не яблоко. Я вот показываю, вот это яблоко, это яблоко, это яблоко, это не яблоко, это не яблоко, это не яблоко. На моем вот таком языке означает, что я сформировал два класса. Класс яблоко, класс не яблоко. А есть другой вариант обучения, обучение без супервизора. Она должна сама догадаться, кто там яблоки, а кто не яблоки. Есть специальные нейронные сети, которые такую вот сегментацию объектов проводят. Сеть Коханом, так называемая. То есть она сама выделяет близкие классы в тех объектах, которые им представлены. И то и другое, в принципе, допустимо. Но мы пока говорим, скорее ориентируясь на обучение супервизором. Еще есть одно расстояние, это расстояние между классами. Если у меня есть два класса С1 и С2, то расстояние между классами С1 и С2 у меня будет... Вот наименьшее из расстояний между точками П и М, где точка П принадлежит С1, а М принадлежит С2. Ну а если попросту, то вот у меня класс... Здесь уже С1, это класс С2. Я нахожу две наиболее близкие точки и вот эти две точки называю расстояние между классами. Ну вот это расстояние между классами мне нужно для очень важной вещи. Оно мне нужно для того, чтобы иметь возможность построить иерархию. Очень часто необходимо объекты каким-то образом группировать в иерархические структуры. Что-нибудь такого типа строить. Подробнее я расскажу про это в следующий раз, потому что это важные моменты. Одну минуту не расскажешь. Вот у нас исходные. Дальше люди делятся на два больших класса. Мужчины и женщины. Не обязательно такое деление, ну допустим такое. Я немножко такой хамский пример приведу. Но вот если вы дальше захотите делить умные и глупые, не очень хорошо получится. Потому что класс умные и класс глупые есть и здесь и здесь. А вообще иерархия обычно строится, когда уже признаки дальше идут не пересекающиеся. Ну дальше можно, например, ну не знаю, делить на какие-нибудь там по видам спорта. Есть типично мужские виды спорта, хотя их чуть меньше, меньше и меньше становится. Есть типично женские виды спорта. Но тяжелые атлетики или есть тоже женская тяжелая атлетика? Каких видов спорта нет? Женщины бывают. Рожавшие и не рожавшие. Это уж точно мужчины пока только. А мужчины бывают холостые и женатые. Ну вот видите, я что делаю. Я делю всех на группы. Здесь у меня получилась симметричная иерархия. Вот скажем, холостой мужчина один и холостой мужчина другой. Они входят в одну группу. Расстояние между ними, если я, значит, здесь делю по признакам их семейного положения, получается, мужчина и женщина. Расстояние между холостыми мужчинами ближе, чем расстояние между холостым и женатым мужчиной. Для того, чтобы дойти до женатого мужчины, мужчины холостому, что нужно сделать? Подняться до вот этого уровня, общий предок, понять, что он мужчина, ну и перейти в женатое состояние. Значит, ну вот общий предок у них вот здесь. Расстояние между ними определяется расстоянием до общего предка. Вот между этими расстояние единичка, а вот между этими два уровня иерархии, между ними и расстояние двойка. Точно так же между двойками. В свое время мы все банки Российской Федерации разбили на классы. По степени там близости расстояния, по которому проводилось разбиение, было, в общем, степень близости их баланса. Оказалось довольно, получилось довольно любопытно. Значит, сначала все банки разбились, был такой инкомбанк, не переживший 98-го года. Вот инкомбанк и все остальные банки России, включая Сбербанк. Потом, значит, выделился в основной группе Сбербанк на следующем уровне и все прочие годы. И так потихоньку выделялись банки все более и более крупные, пока не осталось, значит, вот группы, в которой мы себя нашли. Мелкие, ну не мелкие, региональные банки. Они, может быть, и крупные, но не настолько крупные, как Сбербанк. Это очень такая специфическая и интересная структура, которая очень часто возникает в системах с конкурирующим взаимодействием, в системах, связанных со распознаванием образов, и которую, в принципе, интересно исследовать. Потому что переход из одной группы иерархической в другую на самом деле сопряжен с определенными сложностями. Вот в этой группе там они все эквивалентны, а чтобы перепрыгнуть в эту группу, нужно прыгнуть вверх, а потом пойти по другому пути. Из социализма не сделать сразу капитализм. Нужно прыгнуть в общее для них исходное состояние, яролаж, яхто говоря, и потом пойти по какому-то другому пути, что мы и продемонстрировали. Вот подробнее об вопросах построения иерархических структур давайте поговорим тогда в следующий раз. В вторник Вас вот так в 4 часа как? Устраивает? Пораньше не можете делать, сейчас. Я вам удобнее, говорят. Пораньше нет, ну нормально в вторник. Нормально в 4 часа. Ну то ли, наверное, сегодня просто какие-то там дела. С ним тоже надо поговорить. Ну всё, всё.